Компания представляет IT-сферу в самом широком смысле. Это программное обеспечение для самых разных клиентов-заказчиков. То есть это и деловое назначение, это и экономика, бухгалтерские программы, управленческие программы, справочно-правовые системы и, собственно говоря, и дистрибьюция и внедрение любых защитных механизмов, защитных программ в самый широкий спектр. Плюс новое направление нашей компании – это электромобили, электротранспорт. В нем тоже есть кусочек и IT непосредственного, ну и такая, скажем так, новая сфера, новая отрасль. По развитию общества не могли мы в стороне остаться и хотим, чтобы и в нашем городе, а не только в столицах и за границах, уже прямо сейчас приходили самые новые технологии, вот включая электротранспорт. Наверное, все-таки помимо хороших продуктов, помимо экспертной профессиональной позиции, наверное, пожалуй, самую важную роль играет эта работа с клиентами и отношения с клиентами. То есть мы на рынке уже много лет и почти с самых первых дней, что ли, существования такую задачу поставили. Всегда клиентов беречь, всегда о них заботиться и выстраивать такие отношения, которые, что называется, сильно вдолгую. Вот продать и получить какие-то деньги, отдать продукты, забыть – это не наша история. Я думаю, что львиная доля того, что мы продолжаем работать, развиваться именно в таком отношении. Клиенты с нами остаются, увеличивается их количество, даже в тяжелые, не всегда для них простые времена. Всегда мы вместе и вот, наверное, это главное. Прежде всего, это, конечно, прямая выгода, прямая экономия, чаще всего времени. На втором месте я бы назвал это экономия денег от внедрения цифровых продуктов, вообще внедрения цифровизации. Ну, там, простые примеры. То, что раньше было бумажным, сейчас это электронное. Как раз вот наши продукты, наши технологии и наших партнеров-разработчиков позволяют сэкономить очень сильно на этом времени. То есть, называется, вкалывают роботы, а не человека. Пели, да, в старинном советском замечательном фильме про школу. Здесь вкалывают программы, очень сильно облегчают этот труд. Производительность очень сильно растет. Ну, и IT-технологии, конечно же, меняют и стиль жизни людей. Даже в простом быту, в бытовых каких-то вещах, мы, может быть, не всегда это замечаем, проходят очень серьезные изменения нашей, что называется, привычки, наша схема жизни, значит, она совсем меняется. Ну, на тех же электромобилях можно про это сказать, что если сейчас обычные автомобили, все-все понимают, как заправляются, уже много десятилетий это делают, как рассчитать там свой путь, как сделать. То есть, здесь приходим электромобили, которые, как и современные, обычные машины, также можно там заранее зарядить, заранее дистанционно дать ему какую-то команду. Они сейчас самостоятельно паркуются, многие из них, без участия водителя. Точнее, дистанционно он это делает, нажимает у себя на телефоне, задает программу, и на знакомой территории машина вполне себе, значит, там, несколько десятков и сотен метров, очень красиво встанет, никого не заденет. То есть, вот эти технологии, они меняют и нашу жизнь. Ну, пожалуй, из таких вот примеров, которые мы очень быстро проскочили, еще это пейджеры и сотовая связь. То есть, буквально, я думаю, те, кто помнят застал эти времена, насколько быстро это вот промелькнуло, там, буквально, там, 10 или даже чуть меньше лет, а такое революционное изменение. То есть, сейчас, я думаю, что современные ребята это пока даже и не сознают, что-то меняется, а масштабность этих изменений, она чуть позже придет и осознается. Вот, поэтому это такая и практическая польза, как мы видим и считаем, а плюс еще и вот это вот, скажем так, вклад в развитие вообще общества, как бы это ни звучало, да, в нашей жизни, переход от каких-то нам привычных, но уже, что называется, из прошлого века технологий к тому, что нас ждет в будущее. Ну, вот помимо нашего курса, который мы считаем главным, флагманским, на то, чтобы плотно работать с клиентами, чтобы клиенты нами были довольны, хорошо с нами взаимодействовали всегда, я бы сказал, что, наверное, ну, это развитие. То есть, это всегда поиск того, что называется на переднем крае, то есть, хотя, казалось бы, с какими-то вещами можно и успокоиться, ограничить себе, там, зону влияния, зону рынка, значит, стояточиться на какой-то вот одной, там, не знаю, сфере наиболее выгодной, на каких-то одних продуктах. Вот, нет, я думаю, что постоянное развитие, одна из цитат нашего генерального директора, владельца нашего бизнеса, одна из его любимых цитат, с ней в этом вопросе я согласен, о том, что это, как говорила Алиса Зеркаль, точнее, ей рассказывала одна из королев о том, что здесь нужно все время бежать, о том, что, значит, даже чтобы оставаться на месте, нужно очень сильно бежать, а чтобы куда-то попасть, значит, нужно бежать вдвое быстрее. Вот, в IT-сфере, я думаю, что и в бизнесе это немаловажно, всегда понимать, что будет завтра, какими мы будем, какие будут наши окружения, потребители, заказчики, покупатели, вот, думать про это, искать эти возможности и общее развитие, вот, наверное, это главное. Наверное, опять выделю самое главное, конечно же, много может быть и не одно, но вот по нашему опыту, работы с ребятами, которые к нам приходят, настоятельное вот пожелание, что ли, рекомендация. Не воспринимать сейчас учебу, неважно, школа это, там дальше, вуз, техникум, значит, любые колледжи, просто какие-то учебы в дополнительном образовании, не воспринимать это именно, вот, как учебу за оценки, за, значит, вот какие-то, там, выполнение каких-то заданий, которые вам дают, и на этом все, вот, дали задание, я выполнил, я молодец. Значит, пытайтесь, пожалуйста, воспринять это как действительно кусок своей будущей жизни, то есть то, чем вы занимаетесь, вы должны в этом быть действительно хороши, получать от этого удовольствие, то есть знать и разбираться, вот, стремиться к этому, а не просто сказать, ну, вот я там, да, учил в школе, мне пятерку поставили, а вопрос, знаю ли я это, то есть мне нравится ли это, умею ли я это, то, чему меня учили, вот, потому что смотрим, конечно же, мы не на просто оценки, значит, мы предлагаем всегда показать, что человек может, значит, продемонстрировать свои компетенции, навыки, но и оценки нам тоже важны, это тоже некое, вот я с нашей стороны могу сказать, что заблуждение о том, что вот сейчас какие бы оценки ни поставили, меня любая компания возьмет, я куда угодно приду, нет, то есть начинается разговор, конечно же, с того, что у вас формально зафиксировано, потому что нам важны, опять же, не только оценки, а это такая вот формула, что насколько человек успешен в предлагаемой ему, ну, в предлагаемой деятельности, то есть школа предлагает, например, вам такую систему, для того, чтобы получать пятерки, то есть стать лучшим в своей школе, вы должны выполнять такие-то условия, такие-то задания, такие-то требования, если вы адаптировались и готовы, что называется, на этой вот дистанции, которую вам предложили первым пробежать, стать лучшим, значит, вы и на другой любой дистанции, которую вам предложат, сумеете, поняв правила, то, что вам предлагается, стать успешным, достичь хороших результатов.